Накануне перемен. Украина отпраздновала 20-ю годовщину принятия Конституции и ждет изменения этого закона. Президент уже подписал очередные поправки Конституции, касавшиеся проблемы судопроизводства. Близится голосование по вопросам децентрализации и особому статусу Донбасса. Эти изменения – предмет самых горячих споров парламентских сил. Непарламентские организации обещали чуть ли не вооруженное восстание. Наши журналисты решили узнать, что думают об этой ситуации политологи. Если обновленная Конституция утвердит особый статус для Донбасса, нынешний состав Верховной Рады за нее не проголосует. В этом уверен политический эксперт Кирилл Сазонов. Если сейчас сохраняется тот проект, который есть, 300 голосов не будет однозначно. Никакими усилиями, ни при каком давлении Запада, ни при какой решимости президента этих голосов не будет. Особый статус Донбасс не получит. Потому что все понимают, если это произойдет, то у нас начнется просто парад суверенитетов, и государство развалится. По мнению политолога, такие уступки не помогут по-настоящему вернуть Донбасс. Сазонов советует украинцам запастись терпением. Сценарий в принципе три. Первый, мы соглашаемся на кремлевские условия, проводим там выборы, начинаем переговоры прямые уже с боевиками. Делаем вид, что у нас гражданская война, а не оккупация. И тогда все вообще в течение года закончится, и Донецк формально будет украинским. Ну а не официально, конечно, это будет форпост Мордора. Второй сценарий, конфликт замораживается года на три, пока что-то не изменится в геополитике. И тогда мы возвращаем Донецк на своих условиях. То есть без тотальной амнестии боевикам, без эклегализации, как народной милиции, с выборами по украинским правилам, по стандартам АБСЕ. Это второй сценарий, он года на три, я думаю, рассчитан. И третий сценарий самый пессимистичный, что этот вопрос замораживается лет на 10, как минимум. За 20 лет Конституция Украины пережила 6 волн масштабных правок. Таким образом, руководство страны пыталось решить возникающие политические конфликты или закрепить результаты борьбы за власть. Но остановить войну поправки в Конституции не способны, уверен специалист по региональным конфликтам Дмитрий Левусь. Нигде в мире удачных примеров решения именно с помощью каких-то законов или Конституций региональных конфликтов или уж тем более межгосударственных конфликтов не было. Есть путь только один, это чья-то военная победа. Или же не военная победа, а победа путем совмещения различных методов, дипломатических, военных, экономических. Также предложенный в Минске компромисс по Донбассу может означать фактический отказ Украины от Крыма, говорит политолог. Вопрос Крыма остается за скобками. И если таким образом произойдет закрепление статуса Донбасса в Конституции Украины, то вопрос Крыма тогда автоматически вообще уходит из порядка дня международного. Россия, по мнению Дмитрия Левуся, не намерена прекращать конфликт и проводить выборы на оккупированных территориях. Так что Украине придется вести долгую борьбу на ослабление противника, чтобы Кремль сам захотел отказаться от Донбасса.